Всем привет, меня зовут Арсенко и это мое новое видео по игре Car Parking Multiplayer. И сегодня я вам расскажу сколько стоят машины из карпаркинга в реальной жизни. Ну а вам всем приятного просмотра, поехали! Ребятки, ну а первая машина на сегодня это у нас Mercedes E-Class. Я решил взять не AMG версию, то есть посмотреть цену не AMG, а обычной версии из автосалона, на стоковую версию, потому что мне кажется, что большинство машин именно стоковые. Потому что AMG стоит примерно 150 тысяч долларов, а обычная версия стоит 50 тысяч долларов. То есть разница в цене действительно очень большая и мне кажется, что в целом можно сделать тюнинг на настоящую машину, который обойдется намного дешевле, чем AMG. Но сами понимаете, что AMG едет очень быстро. Эта машина реально может сравниться с Lamborghini, ну например Huracan. Поэтому я думаю, что действительно цена оправдана. Почему же эта машина столько стоит в AMG пакете? Ну без AMG пакета тоже в принципе цена хорошая. Вот такой вот Mercedes. В принципе цена классная, поэтому ребята переходим ко второй машине. А вторая машина у нас это Lamborghini Urus. Действительно стиль как у настоящей Lambo. Но это и есть настоящая Lambo, просто это внедорожник, который очень отличается от всех других Lamborghini. Потому что, как я уже сказал, это внедорожник, он намного больше, намного проходимее. Хотя при этом очень хорошо едет. Поэтому ребята, машина стоит очень дорого в реальной жизни. Но при этом я думаю, что в целом купить такую машину возможно. Цена 269 тысяч долларов. В общем-то вот такой вот внедорожник. Поэтому мне кажется, что тачка крутая, что в жизни, что в карпаркинге. Поэтому вот такая вот цена. Ну а мы переходим к третьей машине. Третий автомобиль у нас называется Rolls-Royce Vrice. Это купе Rolls-Royce с очень люксовым салоном. Вы просто посмотрите на эти материалы. Это все дерево. Здесь также есть монитор. В целом очень все красиво. Реально все по-богатому. И цена данной машины 280 тысяч долларов. Что примерно немножко подороже, чем Urus. Примерно на 11 тысяч долларов. Поэтому машинка тоже. Посмотрите, насколько люксовая. Насколько прям удобная, насколько красивая. Реально это прям очень красивая машина. И реально очень люксовая. Очень богатая. Прям вот так вот. И с нее прям роскошь блестит. Вот можно так даже сказать. Потому что машинка очень-очень-очень-очень классная. Поэтому переходим к четвертой машине. Четвертый автомобиль у нас это Mercedes G55 2020 года. Машина является очень красивой. Потому что прошлые гелики были более такие брунтальные, можно сказать. Этот более уже современный. Также он уже имеет более современный салон с подсветочкой, с мониторами. Все как надо. Конечно, в прошлых геликах тоже были мониторы. Но было все не настолько роскошно, не настолько люксово. Более как-то, как я уже сказал, брутально. Эта же машина, она уже похожа на современные Mercedes. Mercedes, как вы знаете, гелики были, начинали точнее изготовлять еще очень-очень давно. Поэтому, как бы, стиль машины они сохранили. В целом, машинка очень красивая. Даже вот уже сколько лет прошло, она до сих пор очень классная. Цена данной машины в реальной жизни примерно 200 тысяч долларов. Конечно, это уже зависит от пакета AMG. Также, это может быть Brabus. Тоже цена в среднем, я взял вот так вот 200 тысяч долларов, это средняя цена. Ну, а мы переходим к пятой машинке. Пятый автомобиль у нас называется Lamborghini Aventador. И, ребята, я думаю, все вы знаете про эту машину, потому что это очень хороший спорткар, который очень хорошо едет, очень много имеет лошадиных сил. Конечно же, очень популярная машина. И на нее многие будут обращать внимание. Цена данной машины 350 тысяч долларов в реальной жизни. Поэтому вот такой вот суперкар, спорткар, вот такая вот просто лампа S500 2014 года. Цена этой машины 60 тысяч долларов. Mercedes очень крутой, также имеет очень красивый салон, чем-то напоминающий салон у Mercedes E-класс. Поэтому, ребята, вот такие вот сегодня были машинки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok